Приветствую вас, Дарья, давайте разберем ваш текст, ваш вопрос. Собственно, вопросов даже нет, таково вы спрашиваете о том, какие вопросы нужно задать себе. И, в общем-то, это не является вопросом, это не является запросом к психологу. Это больше, ну, как мне кажется, такая позиция более пассивная, что ли. Вот, ну, с другой стороны, я надеюсь, что процессом его ответа вам станут понятны какие-то определенные вещи. Смотрите, есть некоторые моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, это то, что вы, как бы, вот, очень зажаты в вопросах реализации. То есть, у вас на не самый большой текст приходится два раза слово «правильно» и «неправильно». Вот, и что я должна реализоваться, я должна реализоваться, но вот куда реализоваться, я, собственно, не знаю. Движения никакого нет, куда двигаться, я не знаю. Человек не знает, куда двигаться, такое вот чувство потери, чувство такой дезориентации возникает тогда, когда, собственно, на сознательном, на когнитивном, на мыслительном уровне просто уже не выводит. То есть, вот вы, например, очевидно, очень много оцениваете, вы очень много, вот, думаете о том, как правильно, как неправильно, вот. У вас присутствует дожествование, то есть, я должна реализоваться, я должна завести семью детей, я не должна реализовываться через детей, вот. Вот, и, в общем, как это обычно бывает, какие-то вещи здесь достаточно позитивные, достаточно хорошие, но есть и те вещи, которые, в общем-то, вам вредят. Ну, например, мысли о том, что я должна реализоваться, то есть, вот, реализоваться это не успех в той или иной сфере. Реализация это не достижение в той или иной сфере. Реализация это определенное состояние, которое достигает человек, чем-то занимает, даже вообще не работает. Да, то есть, реализация это определенное внутреннее состояние. Человек. Вряд ли, вряд ли можно рассчитывать на реализацию, думая, вот так, как вы, да, что я должна реализоваться, в частности, до создания семьи и родственных детей. Вот, это, знаете, как очень похоже на план, то есть, вот, жизненный план. Ну, это не та история, которую можно рассматривать как адаптированную под реальность человеческой жизни. Вот это больше напоминает вытягивание себя за волосы, как вот примерно у тех женщин, женщин 40-45 лет, которых вы приводите в пример. Кстати, интересно, почему вы себя с ними встаниваете и почему вы вообще смотрите на других людей и, как бы, подставляете их под себя, а себя под них, вот. У вас интересный достаточно взгляд на индивидуальность, то есть, вы говорите, я понимаю, что все индивидуально, но все-таки, вот, что все-таки, мне очень понятно. То есть, если все индивидуально, то какое может быть все-таки, тогда, да, а какие-то общие рекомендации, они, ну, они, их вы можете и в интернете посмотреть, статей на эту тему очень много. То есть, вот, ваше отношение к индивидуальности, оно явно под таким большим вопросом, и есть ощущение, что вы ждете, вот, ждете, что есть кто-то вот даст вам какой-то волшебный, волшебный пинок или волшебный рецепт, и все сразу, наверное, так не работает. То есть, нужно исследовать себя, нужно исследовать свой внутренний мир, нужно исследовать свои чувства, тогда, я думаю, мир вокруг вас будет меняться, как будете меняться вы, вот. То есть, вот, долгислование, да, я вернусь, то, с чего, с чего начал, долгислование очень мешает, то есть, я должна реализоваться, я должна создать семью, я должна родить детей, вот, с чего вы все это взяли, да, то есть, откуда все, ну, большой вопрос, что из этого важно, да, что вы понимаете под реализацией, почему реализация, это обязательное движение, как бы, для вас реализация может быть не движение, для вас реализация может быть что-то другое, почему вы обязательно должны создавать семью, почему вы обязательно должны рожать детей, почему, если вы создаете семью, вы обязательно рожаете детей, да, почему обязательно рожать детей, например, а не брать их там из детского дома, что с точки зрения, с определенной точки зрения является более позитивной историей, чем рождение собственного ребенка. Откуда у вас все эти мысли, насколько они действительно ваши, насколько они откликаются вам, вот, что на сегодня обратите внимание, да, какое значение для вас имеет реализация, хочется ли вам реализоваться, то есть я вижу какую-то вот тревожность, да, я вижу какие-то переживания, какую-то неопределенность, подвешенность, действительно такую потерянность именно из-за вот недоверия своим чувствам, а привычные какие-то вот алгоритмы, да, привычные какие-то советы, какие-то инструкции, они уже не работают, и вы просите инструкции от более взрослого, ну, от более взрослых людей, чтобы они вам подсказали, но это же не совсем, во-первых, психология, да, потому что дело ведь не в жизненном опыте, а психолог выступает с точки зрения наблюдателя и исследователя, ему совершенно необязательно иметь жизненный опыт для того, чтобы помогать клиенту решать свои проблемы, наоборот, будучи, будучи, как бы, наблюдателем и имея незамыленный взгляд в этой ситуации, можно найти совершенно интересное решение в той или иной, в той или иной истории, вот. Поэтому здесь, когда вы говорите про, просите вот советы у более взрослых людей, более взрослых людей с большим жизненным опытом, вы, по сути, также вот производите определенные стереотипы, что вот более взрослые, заметьте, идет привязка к возрасту, более опытные, заметьте, идет связь возраста и опыта, могут мне помочь, то есть мне посоветовать как-нибудь, это все стереотип, это все перекладывание ответственности с себя, да, на других, то есть зачем я буду исследовать себя, зачем я буду смотреть, что вообще мое, а что нет, да, что соответствует моим ценностям, а что нет, что я делаю через силу, а что нет, я просто послушаю людей с более, значит, как будут, я считаю богатым опытом и вот они мне скажут, как делать, как поступать. Вот, и вы знаете, ну я лично здесь вижу еще и обесценивание, обесценивание себя, то есть вы не видите своей ценности или ваша ценность, она условна, ну в принципе это одно и то, там все условия они порождаются в общем всегда, они всегда будут, всегда будут условны, вот, то есть тревожность и обесценивание, ну и да, страх личной ответственности, возможно страх какой-то такой вот ошибки, плюс склонность к планированию, да, к прогнозированию и недоверие себе своим чувствам. Вот это те вещи, которые я вижу, это то, с чем мне представляется нужным работать в процессе терапии, это то, что нужно исследовать, как мне видится, как мне кажется. и дальше уже все зависит только от вас, то есть вот хотите, не хотите вы этим заниматься, да, то вот уже, а ваша как бы ответственность уже зависит от вас, уже зависит от того, вот, ну, как вы будете организовывать дальше свою деятельность, что тут, 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 не вопросы нужно себе задавать, всегда опять же, да, задать себе вопросы, абсолютно сложно, это, это не всегда, правильно, задать себе вопросы, ответить себе, да, это такая вот игра, я вот не помню во что, когда ты, ты, я, ты, я, ты, я, да, посыл, ответ, посыл, ответ, посыл, ответ, может быть шашка, вот, а тут немножечко другое, тут именно погружение на внутренний мир, ждут именно исследования своего внутреннего мира, исследования своих чувств, исследования своих фантазий, вот о чем вы фантазируете, вот какие у вас фантазии бывают, Что вы делаете, когда вам не скучно, например, вот вам не скучно, что вы делаете, когда вам не скучно, вот, на что вы обращаете внимание, вот, что вырывает вас из состояния такого, знаете, вот полумедитативного, да, когда вот, ну, приходилось вам бывать больших вот, аудиториях или местах, где люди периодически что-то говорят и их слушают, вот, что вырывает вас из такого вот полумедитативного состояния и, ну, заинтересовывает, что приковывает ваше внимание к человеку, вот, наверное, ну, вот на эти моменты вам нужно обратить внимание, но это не решает, как бы, проблема, это только показывает начало, начало, начало ее решения. В этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи.